Друзья, всем привет! Вы на моем канале Мой сад Мое хобби и я сегодня начинаю украшать свою зону мангала. Если вы помните, в одном из предыдущих своих видео я показывала, как я делала вот такое красивое украшение для моей зоны мангала. Я планирую повесить его вот в этом месте, на этой стене. Сейчас мы с вами вместе это сделаем. Друзья, я обещала показать, как будет смотреться это украшение в этой зоне, зоне мангала. Вот так я его прицепила, вот так оно смотрится. На мой взгляд, очень подходит к этому камню. Камень тоже в таких тонах светлых, песочно-серых. И это украшение очень сильно хорошо с ним сочетается. Его цвет существенно отличается от того цвета, которым оно было дома при искусственном освещении. При дневном освещении этот веночек, это украшение смотрится намного интереснее и намного лучше. Я считаю, очень достойное украшение. Мне еще предстоит придумать, какие сделать композиции вот в эти мои кашпо. Они сделаны из такого материала, который не боится ни влаги, ни мороза. Поэтому они остаются зимовать у меня на улице. И я должна придумать к Новому году сюда еще какие-то композиции. Я в этом же видео вам обязательно это покажу. Здесь у меня висит, друзья, вешалка. Это вешалка для разных кухонных приспособлений, а также для полотенца. Но сейчас, к Новому году, я хочу ее чем-нибудь прикрыть. Я планирую на нее установить вот такую мою старую-старую елку. Ей уже более 20 лет. И эта елка с гирляндой, она все еще до сих пор работает. Я ее планирую повесить на эту вешалку, а также прикрыть ее какими-нибудь украшениями. Может быть, какими-то бантами. Сейчас постепенно эта зона приобретет нарядный вид и будет украшена к Новому году. А в этом месте, друзья, у меня остается зимовать вот такой горшок с землей. Он очень тяжелый, я не планирую его никуда убирать отсюда. Но прикрыть его и украсить к Новому году я все-таки собираюсь. Благо, что у меня много сосен и много шишек. Я сбрызываю эти шишки остатками краски из баллончика. А оставшиеся шишки я загружу в одну из корзинок. Думаю, дополнить эту корзинку еще какими-нибудь веточками, например, из голубой ели. А также их сбрызну белой краской. Сегодня планирую еще украсть вот эту часть над мангалом. Я планирую в этом году украсть еще свою тую. Увидеть ее гирляндами и украсить своими самодельными игрушками. А также старыми шарами. У меня есть пластиковые игрушки. И мне их не жалко, они не бьющиеся. Честно говоря, друзья, на улице холодно. Я уже окоченела. У меня замерзли руки. Я надела вот такие огромные перчатки. На улице стоит мороз, не очень сильный, градусов 7. Но для украшения, для того, чтобы работать голыми руками, все-таки холодно. Руки замерзают. Я думаю, что украшать эту зону я буду в несколько этапов, не в один день. Сегодня будет начало, а в какой-то из дней, может быть завтра, может послезавтра, я продолжу украшать эту зону мангала. Для этой зоны я припасла вот такую старую искусственную гирлянду из елки. А также буду использовать вот такие бантики. Я сейчас их привяжу на эту гирлянду. Вот так получилось у меня прицепить банты. И я планирую уложить ее вот сюда. Здесь, друзья, появился у меня вот такой ангелок. Он сделан из мешковины. Какой-то вечером мы с моей сестрой Таней сидели, пили копья. И она сшила мне такого красивого ангела для вот этой моей зоны. Я вот вспоминаю, а в детстве мы какие игрушки в основном делали? Игрушки, я помню, гирлянды из бумаги. Склеивали цветную бумагу, делали такие колечки и делали такие гирлянды. Гирлянды из бумажных фонариков, тоже помню. Складывали бумагу, как-то прорезали. А, складывали поперек. О, вспомнила. Я даже сейчас вспомню, как это делалось. Я тоже их делала. Помнишь? Да. Сейчас. Фонарики и снежинки. Снежинки тоже делала. А фонарики вот так складывали бумагу. Помнишь? Да. Прорезали прорези. Вот так. Ой, очень сильно ножницы у тебя острые, Тань. Профессиональные. Профессиональные, сразу видно. Давай так, по-быстрому вспомнить. Потом мы разворачивали фонарик, склеивали. Цветные бумаги делали, да. Целая гирлянда была. И приклеивали такую висюльку, такую ручечку, да? Помнишь? Да, да. Такие фонарики. Такие гирлянды у нас были по всей комнате, висели. В этом году эта туя будет моей импровизированной елкой. Она растет рядом с зоной отдыха, рядом с моим мангалом и с моей беседкой. Я планирую украсить ее гирляндами, а также пластиковыми игрушками, и игрушками, которые делала я сама уже много лет назад. Им ей их уже не жалко. Это старые пластиковые игрушки. Им уже больше 10 лет. У меня вообще хранится в доме очень много игрушек. Еще есть игрушки, которым 30 лет. Вот такую шпильку. Вот такая подвеска получается. На улице темнеет, и я продолжу украшать завтра. Ну вот, пришел другой день, но теплее у нас не стало на улице минус 11, и совсем нет желания заниматься украшением зоны мангала и сада. Честно вам говорю. Но я продолжила. Я закончила украшать вот эту часть. Я повесила сюда чулки, симпровизировала здесь с этими корзинами, с этими кашпом. Включила гирлянды, но, к сожалению, у нас случилась проблема и пропал во дворе свет. Поэтому все на уженителях и не все гирлянды я могу включить сейчас, чтобы показать, как они работают. А на этой полочке у меня простое незатейливое украшение из искусственной елки, шишек, игрушек, мишуры. Просто подобрала все в том. Просто незатейливое, но зато создает настроение. И, как сказала моя сестра, украсила ее на уровне главы. Ну, как получилось. Я не высокого роста, а то я все-таки шестиметровая. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok